Эта неделя отличилась целым рядом происшествий. Самым массовым, пожалуй, стало ДТП с детьми. В Петропавловском районе перевернулся автобус, в котором находилось больше 30 юных спортсменов. Транспорт улетел в обрыв. От падения в реку его спасли деревья. О подробностях аварии, по которой уже завели уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в следующем сюжете. Дорога, резко переходящая в обрыв. Несколько десятков метров вниз и река Аной. Казалось бы, привычный для этой местности участок, но дорога гравийная, близко к обрыву, а поток машин в туристической, по сути, местности огромный. На участке автодороги в Солонешинском районе произошел съезд трассы автобуса, в котором находилась спортивная команда из Барнаульской школы Олимпийского резерва. Один из очевидцев происшествия, девушка из Барнаула, уже рассказала местным СМИ, что водитель автобуса уклонялся от встречной машины, поэтому и сошел с трассы. Девушка описывает, что 60 метров по обрыву автобус скатывался, затем перевернулся. Люди из проезжающих авто оказывали помощь, связывали тросы, чтобы дети могли подняться на дорогу. К счастью, жертв нет, пострадавшие есть. Травмы, полученные четыре ребенка, им потребовалась медицинская помощь. Также травму получил водитель транспортного средства. Ехали, натягивай! Со слов очевидцев, у водителя переломы разбита голова. 52-летний мужчина госпитализирован в районную больницу. С обсуждения этого инцидента Виктор Томенко начал сегодня заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Так, по итогам первого квартала 2022-го, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, число погибших в ДТП выросло в полтора раза. По состоянию на 19 июля в результате аварии на территории края погибло 130 человек, шестеро из них – дети. Губернатор призвал ответственных мобилизовать силы, чтобы исправить ситуацию на дорогах. Анастасия Дороган, день с толком. Сразу несколько ДТП произошло с участием трамваев в Барнауле. Так, на конечной остановке столкнулись два вагона, оба десятки. Врезались основательно, повреждения серьезные. Предположительно, из-за отказа тормозов у одного из вагонов. Обошлось, к счастью, без пострадавших. Чего не скажешь о другой аварии с участием электротранспорта. В начале этой недели из-за наезда вагона 30-летний мужчина лишился руки. По словам очевидцев, он стоял на остановке спиной к трамваю. Когда тот почти закончил движение, мужчину непонятным образом зацепило. Люди отмечают, что в районе ДТП очень узкая остановочная платформа и пострадать может кто угодно. Добавим в комментариях к постам об этих происшествиях. Барнаульцы пишут о том, что в последнее время дорожные аварии с трамваями стали происходить уж очень часто. Люди недоумевают, в чем причина. В компетенции водителей или техническом состоянии транспорта. И еще об одном инциденте, на этот раз не связанном с транспортом. На этой неделе в Барнауле эвакуировали сотрудников сразу у нескольких судов города. Причина – сообщение о минировании. Они поступили якобы из территории Украины. Источник в одном из судов сообщил, что их получили Алтайский краевой суд, арбитражный, а также суды железнодорожного и центрального районов города. Подчеркнем, что в начале июня также эвакуировали людей из здания арбитражного суда. Правда, причины до сих пор неизвестны, но тогда вывели как сотрудников, так и посетителей. Все заседания отменили. Добавим также, в начале мая сообщение о минировании получали барнаульские школы, вокзал и аэропорт. А вот сотрудники речных портов края этим летом могут раньше времени завершить навигацию. Причина – обмеление Аби. Уровень воды в реке упал в среднем на метр и достиг критической отметки. Такое явление наблюдают впервые за всю историю судоходства региона. Баржи практически ежедневно садятся на мели, а дачники и любители водных прогулок опасаются, что теплоходы со дня на день не будут ходить. Когда они завершат курсирование и как связаны между собой обмеление Великой Сибирской реки и разбитые дороги. В сюжете Валентина Аскеровой. Приточность 58% от нормы. Аномальный показатель. Исторический минимум за всю историю края. На сегодняшний день, 22 июля, уровень в реках региона приближается к осенним показателям прошлого года. Всего в среднем 120 сантиметров. Причина – недостаточное количество снега в горах и отсутствие осадков. Гидроситуация сильно осложняет перевозку грузов по воде. Так Бийский песчаный карьер отправляет материалы преимущественно речным транспортом. Из-за обмеления баржи садятся на мель почти ежедневно. Если посадка не сильная, то в течение двух часов состав снимается смелее. Если сложная посадка, то в течение четырех часов снимается смелее. Сегодня по алтайским рекам перевозят песок, щебень, отправляют в Томск, Сургут. Такая востребованность в речной навигации впервые с советских времен. С начала навигационного сезона перевезено более 600 тысяч тонн груза. Цель – миллион. Но это если Небесная канцелярия позволит. Ведь из-за обмеления баржи сейчас недозагружены аж на 30%. Это 700-800 тонн. Это фактически 30%. Возможность грузить баржу – 1000-1100. Фактически на 30% снизилась возможность загрузки баржи. Основная проблема – это возможность захода в определенные притоки реки Аби. Это Усть-Пристань. Приходится делать дополнительные дноуглубительные работы. Инфраструктура водного транспорта в последние годы начала вставать с колен. И это позволило снизить нагрузку на автодороги. Одна баржа способна перевезти сотни тонн. Вес – 50 большегрузов, которые в основном и разбивают алтайские дороги. Ну и основная задача – это безопасность. Если мы снизим количество грузовиков на наших трассах, водителям будет передвигаться гораздо безопаснее. Из-за сложной ситуации новодеречники могут завершить навигацию не в октябре, а гораздо раньше. Что касается прогулочных теплоходов, опасаться нечего. Они могут плыть при глубине всего в 110 метров. Однако специалисты еще надеются и на дожди. Пусть кратковременные, но они второй день идут в разных районах края. Анастасия Бертенева, Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. 48 миллионов рублей. Столько правительство края потратит на защиту от терроризма. Уже к октябрю здания Голубого дома укрепят бронированными окнами и установят шлагбаумы. Все это есть в проекте. В попытке узнать детали наш корреспондент Анастасия Наборщикова столкнулась с государственной тайной. Подробности расскажем далее. Здание правительства Алтайского края. Скоро эти окна заменят на бронированные. А по всему периметру установят дополнительные камеры видеонаблюдения и шлагбаумы. Все это будет стоить 48 миллионов рублей. Так чиновников хотят защитить от терроризма. Об этом уже написали в СМИ, но на этот счет у нас возникли вопросы. Нам действительно стало интересно узнать, а были ли вообще теракты. Покушались ли на жизнь чиновников из Голубого дома. Поэтому мы отправили официальный запрос в ФСБ и в правительство. Как оказалось, все это государственная тайна. Я думаю, что так просто на них не нападешь. Все равно там и охрана, и все у них. В отличие от школьников, где сидит какая-нибудь бабушка. Дай бог, что они выделены. Потому что мы живем довольно в сложное время. Я тут давно живу. И я вообще не слышала, чтобы город Барнаул был таким опасным местом. Я нисколько не получил. А слышали вообще о нападениях на чиновников? Десять лет назад, двадцать лет назад. Наверное, давно это сильно было. То, что нападение на чиновников – это государственная тайна, такой ответ звучит логично. Если покушение в заправду было, и я, как журналист, расскажу все в деталях, то кто-то может провести работу над ошибками. А здесь важно подчеркнуть – не я, не телеканал «Толк» не хочет чьей-то смерти. Но вот что нам сказали в ФСБ. В апреле этого года здание правительства Алтайского края включено в единый перечень мест массового пребывания людей. Из-за чего вступает в силу постановление правительства страны от 2015 года антитеррористическая защищенность. ***, ***, какой-то *** стреляет. 20 сентября прошлого года студенты Пермского университета спасаются бегством. Они знают, что жертвы уже есть. Потом об этом узнает и вся страна. Убиты шесть человек, а охранник подстрелен. 11 мая, Казань. Родители слышат выстрелы и пытаются попасть в школу. Подстрелив двух учителей, выпускник убил семерых школьников. Это 129-й лицей. Не как журналиста, а как человек я могу зайти на территорию школы, пройти сквозь шлагбаум, оставив оператора здесь. Нам хочется узнать, как выглядит здесь охранник. Но справедливости ради, два года назад я здесь была, снимала ЕГЭ. Тогда, конечно, я не видела, как тут все охраняется. Но я познакомилась с директором. И хочу сказать, что к нему претензий быть никаких не должно. Потому что он, как и учителя, все возможное делает для безопасности и для лучшего образования своих школьников. Ну вы прям по камерам смотрите. Ну как же, вижу каждую клеточку и каждый класс. Сколько лет уже охранником работаете? Год. Год. Ну то есть вышли на пенсию и получили. Получается, вышли на пенсию и сюда пришли. Они выглядят. Моя красавица. После апрельской трагедии в Ульяновске, где стрелок убил троих в детском саду, в Алтайском крае начались неплановые проверки. Об этом в интервью телеканал «Толк» рассказал зампредседателя комитета по образованию Барнаула Василий Губанов. Мужчина и сегодня ответственен за обеспечение деятельности учреждений. Тогда всем стало понятно, на безопасность детей чиновники выделят деньги. На этот раз этому уделят еще больше внимания. На сегодняшний день запланирована замена видеонаблюдения, добавление видеонаблюдения. 7 миллионов – это видеонаблюдение. Получается, 6 миллионов – это у нас кнопка тревожной сигнализации и порядка 7 миллионов на противопожарную сигнализацию. После интервью в Комитете по образованию уточнили, что на тревожную кнопку выделили 2 миллиона рублей. Деньги на защиту регионального правительства выделяются раз в 10 лет. Школы и вузы защищаются по программе ежегодно. Когда Евдокимов в свое время запретил свободный проход в администрацию края, поставил турникет и охрану, люди тоже были возмущены. Он это сделал, потому что пришло постановление из федерального центра, как и сейчас. Значит, защита нашего правительства – это постановление из Москвы. Но последние годы ленты пестрят о том, что стрелки идут сюда, в университеты и школы. Потому мне не составило труда найти студентку, которую могли убить. Настя учится в Пермском университете. Тогда она еще была на третьем курсе. И ей повезло. Вместе с однокурсниками они уехали на фестиваль. Я сначала подумала, что это фейк. Первая моя мысль была. И подумала, что это неправда, этого не может быть. То есть вспомнила Казань. Ты можешь вспомнить, кто был в охране? Это пожилой мужчина был? Насколько я помню, да. Он, кстати, все охранники выжили. То есть они получили травмы, но жертвы – это только студенты и один педагог. Вообще был шанс. Первый же выстрел произошел на улице. И по камерам можно было увидеть, что идет парень в маске, с ружьем. Если верить СМИ, то охранник даже не нажал тревожную кнопку. Это, очевидно, вызывает, должно вызвать вопросы. То есть это не какой-то там нож, который можно куда-то справлять. Это огромное ружье. Но ни у кого не возникло никаких вопросов на проходной. Ни по каким камерам никто ничего не посмотрел. То есть, да, среагировали вообще только из-за того, что рядом, по счастливой случайности, оказались грифники, которые были обучены, что нужно делать в такой ситуации. Когда ты оказалась в университете, то что испытала? У меня была очень сильная истерика в тот момент. Слезы лились. Я не могла это остановить. В моем корпусе силфаки сидела только женщина просто, которая выписывала пропуска тем, у кого нет студенческого. Сейчас еще поставили стол с охранником. Поймите правильно. Мы не предлагаем сделать здесь колонию строгого режима. Нет. Мы хотим, чтобы здесь была охрана, которая правда могла бы противостоять психически больным людям. Сейчас власти предлагают разные меры защиты. Но знаете, у правительства края охрана тут же выходит и спрашивает, кто ты и что вы тут, например, снимаете. То есть они в течение пары минут реагируют на то, что им кажется подозрительным. Больше говорить ничего не будем. Делайте выводы сами. С открытием границ после спада коронавируса в Россию вновь поехали иностранцы. Речь не о туристах из Европы, а о гражданах постсоветского пространства. Активно едут они и в Алтайский край. Правда, признаются, что у нас им стало жить сложнее. Что думают приезжие о Барнауле, где они здесь работают и как обустраиваются, расскажем в специальном репортаже. Я уже на Барнауле 22 года. 22 года. То есть вы даже не живете все это время? Не живем, приезжаем, уезжаем. А почему не приехали тогда за столько-то лет? Да у меня два страна, два города, два отца есть. Здесь Путин, там этого. Этот мужчина нехотя разговаривает на камеру. Он здесь один такой старший. Парни дали понять, что не понимают по-русски. Мухаммед, или для русских Миша, получил патенты, возит на объекты своих ребят. Дома тоже есть у меня. Я уже световод, световарщик. У меня там тоже работают, здесь тоже работают. Ну сюда приезжайте, ну, наверное, выгодно просто. Больше платят, наверное. Ну, больше платят, платят тоже такое. Все равно я уже привыкла. Потому что я одна город, скучно какой-то. Вот в Кыргызстан ездим, туда ездим. После того, как правительство сняло все ограничения на въезд в Россию, в страну хлынул поток иностранцев, который был на паузе с начала пандемии. Большая часть въезжающих – трудовые мигранты. Если мы рассматриваем показатели все-таки за полгода, за эти полгода, то мы можем сказать, что одну треть, только одна треть иностранных граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заехала на территорию Российской Федерации. По статистике, чаще всего в Алтайский край едут из Казахстана. Чуть меньше – из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Армении. Азербайджан замыкает топ-6 стран по мигрантам. Правда, первое место Казахстана объясняется тем, что оттуда к россиянам приезжают родственники. Точного же количества въезжающих иностранцев, пожалуй, нет ни у кого. В 2013-м, по неофициальным оценкам, в крае находилось 15-20 тысяч нелегальных мигрантов. Найти готовых пообщаться с нами оказалось непросто. Председатель таджикской диаспоры Саидали Хайлоев объясняет, что иммигрантам в России сейчас непросто. Чтобы мигрант сюда приехал, ему минимум, максимум 50 тысяч в кармане должно, да? Чтобы прописку делать, чтобы обустроиться и патент, естественно, оформить. Может, из-за этого. Потом в других странах сейчас более законы, скажем, легче, чем в России, да? Тот же Европа, Тот же Южная Корея, люди ездят сейчас много, Эмираты много ездят. Молодые таджики сегодня завоевывают развитую Азию. Для них выучить корейский – то же самое, что русский, ведь по-русски они не говорят. Есть и другие нюансы не в пользу России. У него, если прописка с местожительством не совпадет, его обязательно депортируют, штрафуют. Много и на рынках сейчас такое получается, что маленький, этот, в чем-то виноват, все, его депортируют. Он приехал только с Таджикистана, да? Пару слов знает. А его спрашивают о древней Руси, скажем, да? Или Петр Первый, когда начал брить в городе. Вот такие вопросы, да? Он откуда это все знает? И тем не менее, нам нужны кадры. Эта армия работников давно обосновалась в целых сферах. По данным научной статьи 2013 года, больше трети всех занятых в строительной сфере края – мигранты. Они заняли почти пятую часть в торговле и общепите. 80% приезжих мечтают переехать. На данный момент работаю частно, преподаю и английский, и нашим соотечественникам, которые, так как уже, если заметили, много уже переезжают сюда, преподаю по-русскому. То есть изучаю их в нашей культуре русской. Мушарафа переехала в Барнаул ради будущего детей. В их таджикском поселке, говорит, перспектив не было. Помню советское прошлое, в 2008-м она меняла не страну, а место жительства. Вот какой год, вот 17-й, 18-й год живу здесь и не встречала никакой проблемы, слава богу. Я же говорю вам, русский – это самый добрый народ, особенно у нас в Барнауле. Все добрые, мне так кажется. Вместе с Мушарафой мы предположили, что отношение к ней на равных во многом обеспечивает русский без акцента. А ведь именно языковой барьер рождает в обществе стереотипы. Сейчас на Алтае почти 5000 таджиков – граждане России и еще столько же с видом на жительство. Но момент национальности может преследовать их всю жизнь. Одна из проблем – аренда жилья, другая – зарплата. Но пока одни обвиняют мигрантов в демпинге рынка, а другие в том, что они занимают места русских, иностранцы строят наши дома. Русским, например, строителям платят больше, чем иностранным. Вот вас это не обижает? Нет, у нас гостепременные люди. Мы не думаем такое. Бог сколько дает, сколько берем. Лично не можем. Но у вас все равно ниже ценник, чем русский? Почти одинаковый. Строят и замещают наших граждан, замеченных в употреблении. Раньше это слышали, и не то, что слышали, видели. Сейчас, по-моему, и русские перестали пить. Работают вроде. Живя в России, мигранты создают семьи и вливаются в наше общество, если ставят себе такую цель. Представители других наций, с которыми мы общались, подчеркивают – поведение человека зависит от воспитания. За себя они уверены. У Машарафы есть целый девиз по жизни. Нужно жить так, чтобы твоему соседу не было неприятно. За стенкой, за стеной твой сосед, чтобы не думал о тебе плохом. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. Вся эта неделя проходит под знаком Шукшина. Алтайский край по традиции в июле на несколько дней превратился в киностолицу России. Повод – 24-й Всероссийский шукшинский кинофестиваль. Как проходило его открытие и кто из звездных гостей ступил на красную дорожку в Барнауле, смотрите далее. Даже на красной дорожке один из главных артистов этого фестиваля, Павел Деревянко, не остался без подарка. Ему зрители вручили книгу Василия Шукшина. Дать волю творческую в Барнаул приехали несколько десятков актеров, режиссеров, поэтов со всей России. На Алтае начался знаменитый шукшинский кинофестиваль. Красный цвет, калина красная – это настроение. Когда вижу губернаторов, артистов, такое ощущение, что весь Алтайский край включился в какое-то творчество, созидание. Впервые после начала пандемии фестиваль в привычном формате – за гостями, дорожкой и ламповым просмотром киноработ. Открывает программу фильм «Мятный пряник» Андрея Карасова о том, как дети попадают в приют. Режиссер и сам был волонтером в детдомах и шесть лет готовил свое высказывание. Такого же явления, как детский дом, за рубежом практически нет. Оно есть только у нас в России, увы, к сожалению. Но тенденция идет к сокращению. В моем фильме очень многие найдут что-то для себя, внутри нотки какие-то. То, что заденет, то, что трепетнет. То, что заставит волноваться и потом немножко после фильма думать, 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 думать. Один из исполнителей главных ролей в «Мятном прянике» Иван Кокорин тоже на Алтае. Мне кажется, Василий Лакаревич Шукшин в сегодняшний день как никогда актуальный. По очень простой причине, потому что он любил человека. И вот захотелось рассказать о них и о других людях моего села. Мысль же такова. Это прекрасные люди. Красивые люди. Мне кажется, действительно, чтобы понять его фильмы до конца, нужно приехать сюда. И увидеть это все своими глазами. Игорь на красную дорожку вбежал. Говорит, настолько его напитал наш воздух. Он представляет картину межсезонье о подростках, которые отстаивают свою любовь и правду перед всем миром. Нужно устроить революцию. Верь, отрой! Все боятся. Кричат, что все плохо. Ходят на работу, которую не дают. Таких личностей, как Шукшин, сегодня в кинематографе очень не хватает. Но я уверен, что они появятся сейчас в такие сложные времена, в которые есть возможность для того, чтобы себя проявить как-то. Каждый делает свой выбор. Каждый должен вообще решать, как относиться к этому миру, к своей жизни, к тому, что ты несешь в этот мир. Фильмы будут идти в кинотеатрах Барнаула и Наукограда. В Бийске в пятницу пройдет встреча с Ириной Муравьевой, актрисой фильма «Москва слезам не верит». А сегодня в концертном зале «Сибирь» со всеми желающими пообщается актриса Олеся Судзеловская, которая неравнодушна к фигуре Шукшина. Первое – это стабильность. Мы всегда точно знаем, что можно и что нельзя. И это передадим детям. В этом мужчине с большой буквы это прекрасно видно и выражается. Это черта характера. И еще одна маленькая черта – давайте нам друг другу, людям, мы все будем давать возможность на ошибку и возможность на искупление. Кинопрограмма и программа встреч продлится до конца недели. 23 июля в субботу все переместится на родину именитого земляка в Сростке, где и станут известны имена победителей 24-го Шукшинского фестиваля. Анастасия Дороган, Андрей Печеркин. День с толком. Сегодня заключительный день Шукшинского фестиваля. На малой родине Василия Макаровича в селе Сростке скоро озвучат имена победителей, назовут лучших сценаристов, режиссеров и актеров по итогам конкурса короткометражного кино. Всего на этот раз было представлено 11 разножанровых фильмов. О чем эти картины? Каков их основной посыл? А также в целом о будущем отечественного, в том числе провинциального кино? Моя коллега Анастасия Дороган накануне спросила у председателя жюри кинофестиваля, секретаря Союза кинематографистов России, руководителя продюсерского центра «Киновек» Михаила Калинина. 11 картин, они все настолько разные и настолько они такие колоритные. И на первый взгляд, мне даже задавали вопрос, а как вообще эта картина оказалась на Шукшинском кинофестивале? Вообще такая небольшая панорама российского кино этого года. Вот, посмотрев ее целиком, вместе с коротким метром, кстати, я бы рекомендовал. Ну, жаль, что нет программы документального кино, еще и документальное кино было бы здорово посмотреть. Примерно можно дать некую оценку и понимание того, что интересует сегодняшний кинематограф, о чем снимает. И вот эта программа, полный метр, одна тема, объединяет все 11 фильмов, это конфликт поколений. Конфликт отцов и детей, конфликт между старшим и младшим поколением. Это одна тема, которая объединяет все фильмы. Сегодня скорости настолько увеличились, что разрыв поколений уже порой не в 20-30 лет, а разрыв поколений порой уже может быть даже в 5 лет. То есть скорость гигантские стали. Поэтому нужно просто реально успевать и понимать вообще, в каком мире мы живем. И если ты не догоняешь, то все. Название Шукшинского кинофестиваля «Нравственность есть вправда». Вот на ваш взгляд, в сегодняшней жизни, в сегодняшних фильмах, как представлены нравственность, мораль, человеколюбие? В этих фильмах есть, да. Есть, есть такие фильмы, их много. Конечно, таких фильмов, их всего-то 11 вошло, а фильмов-то гораздо больше. Вот. И, кстати, такого рода темы, они... Я почему-то настаиваю. И Елене Евгеньевне, вашему министру, уже не первый год говорю, чтобы все-таки они возродили программу документального кино. Потому что документальное кино, оно, может быть, даже и в большей степени бы соответствовало вот этому девизу. Потому что там больше тем, больше реализованных проектов именно на эту тему. Мало того, что документальное кино можно было бы даже активизировать именно про регион Алтайской краи. То есть, чтобы больше фильмов было, а именно об этих местах. Оно может и историческим характером быть, и о наших современниках, и о природе, и об индустрии, и о развитии города, и все что угодно. И о каких-то героях, о каких-то людях. Сейчас в стране очень много волнений вокруг будущего киноиндустрии. Что вы думаете на этот счет? Я думаю, мы обречены на успех вообще. Потому что у нас другого выбора-то нет. А как я сейчас сказал о круглом столе, дверь-то она открылась, и она открылась ненадолго. Надо успеть воспользоваться, войти в эту дверь и быстро воспользоваться ситуацией, и приучить зрителей ходить на наше кино. Но при этом, если честно, я вообще всегда был противником того, что мы всегда, нам все время навязывали идею, мы обязательно кого-то должны догонять. Догонять. То есть мы все время отстаем от тех, от других, от третьих. Но никто нам никогда не говорил, что мы вообще-то выбрали путь к себе. То есть как бы вообще-то посмотрели, а что у нас-то. И это не входит в понятие гонки. То есть тогда мы ни с кем не соревнуемся. Было бы здорово запустить механизм именно, как бы, знаете, такая позиция «хорошо там, где нас нет», имплантировано было слово, словосочетание, а вот имплантировать, внедрить словосочетание «хорошо там, где мы есть». А каковы тогда перспективы провинциального кино? Ну, кино – это мощнейший инструмент управления, в самом хорошем смысле это слово, управления народом, населением страны, конкретного региона. Я думаю, что это медленный очень процесс. Главное сейчас, на мой взгляд, могу ошибаться, конечно, но, скорее всего, так оно и есть, прошло такое некое осознание важности киноиндустрии в целом, в нашей стране. И поэтому предприняты уже такие вещи, как вот создание отдельного фонда кино, да, но это уже много лет произошло назад. Это вот то, что сейчас Союз кинографистов делает, фонд развития регионального кино, это кинокомиссии, система ребейтер, значит, всевозможнейшие другие источники финансирования, это фонд культурных инициатив, президентский грант, ИРИ, да, это все. Структура, которая финансирует проекты, которые потом в кончете вливаются в кино, это стриминговые платформы. То есть много того, чего, что сейчас развивается, и достаточно быстрыми темпами. И что касается регионального кино, вот тут, на мой взгляд, я бы видел здоровую конкуренцию между регионами, когда вдруг в соседнем недалеком регионе, Красноярском крае, вы вдруг увидите всплеск кино, а у вас еще ничего нет. А как так? Да потому что там вот так вот они взяли и напряглись, и профинансировали, нашли, так сказать, молодые таланты, нашли, так сказать, интересные идеи, рассказали о каком-нибудь известном человеке, о каком-то событии, и все это сарафанным радиом разлетелось, люди посмотрели. Вот Якутия, они же вообще молодцы, супер вообще, можно их в пример переводить. Они, у них свои киногерои есть, свои, так сказать, звезды, на них ходят, покупают билеты. Кино, киноиндустрия, это игра в долгую. То есть это очень серьезная, значит, работа и много-много-многолетняя, и требующая очень серьезного отношения еще и руководства страны. То есть это нельзя оставлять на самотек. Раньше же было все просто, раньше единственным продюсером было государство, госзаказ. Сегодня продюсеров колоссальное количество, все стараются заработать деньги, при этом снять гениальное кино. Предсказать успех невозможно. Никто не может предсказать успех фильма, но есть какие-то вероятности на оценки, там, максимально доходящие, по-моему, до 70%. Я как зритель только могу сказать. Я люблю кино, которое, не важно, когда оно, о чем оно снято, то ведь режиссер, который снимает фильм, интересно, наверное, кино, которое снято сегодня, ну, в этом году, год-два. Как правило, свежее, современное кино, причем не имеет значения, это кино, связанное про прошлый век, или кино фантастическое о будущем. Важно то, что наш сегодняшний современник снял, и это его мировоззрение, он с ним делится. Это его взгляд на то, о чем он снимает этот фильм. И мне интересно с ним, что такое кино, это общение. Пусть оно одностороннее, но оно не совсем одностороннее. То есть все равно, как бы, ты вступаешь в контакт, такой внутренний диалог идет, и ты, как бы, размышляешь на тему того, а в каком мире, в общем, мы живем сегодня. Потому что интересно жить здесь и сейчас. И кино, оно разворачивает это пространство, то есть нашу зашоренность именно разворачивает. Кино интересно смотреть. Кино интересно смотреть не с точки зрения заплатил билет, взял попкорн и просто провел время, просто убийство времени, а интересно смотреть программу. Интересно, почему кинофестивали интересны? Потому что отборочная комиссия собирает эти фильмы не просто так. Она собирает их по какой-то концепции. И только посмотрев всю программу, имеешь какое-то представление о том, куда ты попал. И в завершении выпуска приятная новость. Среди барнаульцев все больше приверженцев здорового образа жизни. Так, изумрудный парк сегодня переполнен. Туда идут на прогулку или тренировку, поэтому легко там можно встретить легкотлета, йога или роллера. Мои коллеги сходили на пилатес и решили узнать, только ли изумрудный парк живет активно. И где проводят тренировки на воздухе для тех, кому 60+. Так прописал доктор Ватсон. Говорят и, конечно, шутят в изумрудном парке. Здесь воздух свеж, а желание быть здоровым искренне. Потому барнаульцы охотно идут сюда по вечерам. Движение – это жизнь. А правильные, грамотные движения – это здоровая, счастливая жизнь. На диване тоже жизнь. Ну, а она какая будет? Опять же тут. Где движение, там энергия? На днях сюда придут роллеры и любители скандинавской ходьбы. Их, кстати, не меньше, чем желающих заниматься йогой. Мы живем в очень сложном ритме, в тяжелой экологической ситуации. Поэтому парк – это неотъемлемая часть жизни города. И поэтому парки всегда были притягательные для людей. И мы сейчас то, что делаем, мы чувствуем отклик от людей, которые голосуют ногами. Молодцы, расслабьтесь, потанцуйте, потанцируйте. После тренировки я отдыхаю. Я лечу домой, отдохнувшая. Вот это вот вся возможность заняться своим телом, своей фигурой, своим здоровьем. Можно сказать, не отходя от дома далеко. В центральном парке энтузиастов не меньше. Пенсионеры подолгу не отпускают работников соцзащиты, будто доказывая на собственном примере. Движение – это правда жизнь, это молодость. Основная цель этого мероприятия – это преодоление одиночества граждан пожилого возраста и инвалидов. Потому что ни для кого не секрет, что они все закрыты у нас по домам. А те, кто хотят себя проявить в той или иной степени, они могут прийти к нам, пожалуйста, творчество, танцы, рисование, пение. А еще аэробика и тренировка памяти. Чтобы быть в курсе занятий, нужно всего лишь обратиться в соцзащиту. Среди этих дам есть и те, кому за 80, потому скромничают, но не скрывают, что в свои года даже на шпагат садятся. Анастасия Наборчкова, Вадим Быстревский. День с толком. И на этом у меня все. Такой запомнится уходящая неделя. Я же желаю всем здоровья и напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!